Сокол, Сокол, это я, Дятел. Приём. Дятел, Дятел, я Сокол. Доложите обстановку. Сокол, нахожусь в лесу. Пропавшую пока не обнаружил. Скажите, как она хоть выглядит? Дятел, как может выглядеть женщина-гребник? Как женщина и как грибник. Что непонятно? Мы заперинговали её мобильник. Судя по сигналу, она идёт прямо на тебя. Смотри, Дятел, чтоб не проскочила. Сам ты, Дятел. Надо же, из-за какой-то тётки всех на уши подняли. МЧС, военных, полицию. Ну этих-то понятно. Ну я простой охранник супермаркета. А меня тоже в лес. За что? Хоть бы сапоги выдали. Надо же, никого нет. Здрасте. Здрасте. Привет. Простите, а вы случайно женщину-гребника не встречали? Нет. Ясно. Минуточку. Сокол, сокол, это опять я? Дятел. Приём. Дятел, что там у тебя? Сокол, а баба, которую мы ищем, точно грибник? Или от дискотеки отстала? Как она хоть одета? А? Ну не в мини-юбке же она в лес пошла. Ну почему же? Некоторые за грибами ходят именно так. Сокол, а наша баба до этого похода в лес другими психическими заболеваниями не болела? Дятел, хватит задавать глупые вопросы. У меня уже смена заканчивается. Как всё выяснишь, свяжись с дежурным. А я на две недели в отпуск. Всё, конец связи. Простите, а вы случайно в службу спасения не звонили? Звонила. Правда? Так я ж за вами. Скажите, вот нахрена вы вообще... В лес попёрлись. Понимаете, я вышла замуж. За одного богатого старичка. Врачи говорили, что он и года не протянет. Думала, потерплю годик. И стану счастлива. Ну, и что? Через неделю серебряная свадьба. 25 лет вместе. А предпосылок для счастья никаких. Подождите, ну, а в лес-то вы зачем пошли? Так, грибов решила насобирать. Разных. Для мужа. Очень хочется счастливой стать. Ну, вы с грибами-то как-то поосторожней. Ну, вон красная шапочка. Тоже через лес шла. Грибы собирала разные. А потом не смогла отличить бабушку от волка. У вас, я смотрю, грибы вон тоже какие-то странные. Ну, кто ж такие грибы-то собирает? Многие. Кто хочет стать счастливой. Я и рецепт в одной книжке прочитала. Кулинарный? Нет. В криминальной. Ну, все. Давайте. Выводите меня из леса. Да я сам тут немножко заплутал. Третий день вас ищем. Сейчас, минуточку. Ну. Что? А? Аккумулятор сел. Дайте ваш телефон. Ага. Так. 8-916-688. Да не номер позвонить дайте. А. Так он у меня тоже разрядился. Я когда в службу спасения звонила, мне минут 20 повторяли. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я и оставалась. Хорошо, хоть вас вызвать успела. Вы ведь меня... Спасёте? Спасёте? Конечно, спасём. Напарник-то мой знает, где мы. Осталось его только... Из отпуска двухнедельного дождаться. АПЛОДИСМЕНТЫ ГРИБЫ ИСПОРТИТСЯ И НЕ ПОДЕЙСТВУЮТ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Муж мой, Захар Игнатич, ВОЛНОВАТЬСЯ БУДЕТ. Как вы сказали, Захар Игнатич, надо же, прям как любовника моей бывшей жены. Я из-за этого мерзавца и развёлся. Захар Игнатич. Кстати, а где ваш Игнатич живёт? На проспекте Гоголя. А дом, квартира? 18А, квартира 6. Не может быть. Что? Так он ещё жив. Знаете, а давайте, давайте я вам помогу грибов насобирать. Так вы не знаете, какие нужны. Не волнуйтесь. Уж для Захара Игнатича нужные грибы найду. Глядишь, вместе с вами и я счастливым стану. Утром в окно глянул, на дороге огромный рекламный щит установили. И на нём написано «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлём». И телефон. Ну, крупно так, чтобы не перепутать. Ну, думаю, неудобно как-то. Надо позвонить. Люди же ждут. Звоню, говорю, «Алё, Бермуды? Сидоров беспокоит. Вы в рекламе написали, что мне, вашему другу, пора у вас отдохнуть. Я готов. Когда вы меня сможете послать?» И тут их главный бермудянин как начал меня посылать. Да так подробно, и куда идти? Где поворачиваешь? Минут десять посылал. А шахрил. Даже что-то про моих родителей говорил. Видать, хотел послать всю семью. Вот, не обманывает реклама. Позвонил, послали. Придётся ехать. Ну, чтобы на новый костюм не тратиться, взял я шорты тёщины белые с начёсом внутри. Написал на них бермуды, сзади поместилось только бер. Остальное пришлось перенести наперёд. «Погладил». Погладил, надел, тепло. Чувствуется, бермуды начали действовать. Из подъезда вышел, на небе солнце, на шортах стрелки. у подъезда стоит участковый. Я говорю, «Товарищ капитан, вот, улетаю на бермуды». Участковый глаза вытаращил, почитал. «Говорит, и ты, Сидоров, туда же. Наркомания не щадит даже больных на голову». Дети во дворе меня увидели, играть перестали. Один подошёл, говорит, «Отец, у тебя на трусах типа чисто опечатка». Я говорю, «Козлёночек, ты сначала типа чисто научись читать». Он говорит, «Сначала научись писать». Какой ещё мудыбер? Вышел на дорогу, смотрю, а напротив магазин, «Мерседесы» продаёт. И на витрине написано, «Друг, твой «Мерседес» мы приготовили. Забери его». Ну, думаю, вот это денёк. И «Бермуды», и «Мерседес». Ну, думаю, надо зайти, люди же ждут. Охраннику на входе мои шорты сразу понравились. Он так громко щёлкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравилось. Стоят, улыбаются, но близко не подходят. «Мерседес» я говорю, я к вам с приветом. Менеджер говорит, «Я вижу». Я говорю, «Я тот самый друг. Узнали? Вы просили забрать «Мерседес». Только давайте побыстрее, а то я на «Бермуды» опаздываю». Менеджер говорит, «А вы до этого что-то водили?» Я говорю, «Ну, в детстве водил хороводы. Жену пару раз вокруг пальца обводил». Он говорит, «Ну, для вас у нас есть прекрасная модель. Белый цвет, просторный салон». Я говорю, «А машина с наворотами?» Он говорит, «Да». Сбоку фара. На фаре красный крест. Внутри кушетка. Да и подгонят мигом. И действительно, через три минуты виск тормозов в магазин заходит мужик в белом халате. Две женщины тоже в белом. Ну, сервис. Мужик говорит, «На Бермуды сам поедешь или как?» Я говорю, «Конечно, сам. Меня там давно ждут». Ну, сели в машину, женщины говорят, «А это вам подарок от нашей фирмы и рубашку на меня надевают. А размер не мой». Я говорю, «Чё такие рукава-то длинные?» Они говорят, «А это чтобы ручки под машину не попали». Ну, едем, смотрю на повороте табличка «Псих больница два километра». и рядом огромный плакат, и на нем написано «Друг, пора тебе уже жить как люди». Я говорю, «Девчата, дайте телефон, позвони». Они говорят, «Сбермуд и позвонишь». Я чё, вышел? Если я с Бермуд им не дозвонюсь, вы уж, пожалуйста, передайте, что я уже живу как люди». мужчина, приходите завтра, магазин закрыт. Лёш, закрывай двери, восьмой час уже. Девушка, вы что-то хотели, а то магазин закрывается. Молодой человек, значит мне, ну, для моей машины нужно фильтр, тормозные колодки и это масло у вас продаётся или это в продуктовом? Ну, если для машины, то у нас. Ну, значит, заверните мне всё это в ваш пакет. Так, секундочку, какой фильтр, какие колодки? Ну, я же вам сказала, тормозные. Я понимаю, а для какой машины? Ну, что за глупый вопрос? Для моей. Хорошо. А какая у вас машина? А какая вам разница? Ну, красная. Мне всё равно, какой у неё цвет. А мне нет. Я что, по-вашему, под чёрные сапожки, я не знаю, жёлтую машину, что ли, должна покупать? Да мне-то какая разница. Вот я и говорю. Девушка, у вас какая марка автомобиля? А к чему этот допрос с пристрастием? Вам что, поговорить больше не с кем? Девушка, да я же вам помочь хочу, вам. Себе помоги. Какая марка? Иномарка у меня. Я понимаю, что не москвич. Слава Богу. А как она называется? Она мне не говорила. Ну, просто красивая японская машина. Это Таврия. Как Таврия? Если японская, то не Таврия точно. Да? Да. Может быть, это, я не знаю, Тойота. Во, она. Слава Богу. Так, модель. Да. Модель. Какая модель? Что значит какая? Да уж какая-никакая, а без работы не сижу. Да я, между прочим, занавески рекламировала. Да мои фотографии во всех журналах печатали. Я ничего не понимаю. Что вы такое несете? Вы сказали, у вас Тойота. Я спросил, какая модель. А вы мне про какие-то занавески в журналах. То есть, фотографии в занавесках. Значит, я так полагаю, что колодки мне продавать здесь никто не собирается. где у вас старший? Девушка, да успокойтесь вы. Ну что вы в самом деле? Я же не случайно задаю эти все вопросы. А зачем? Познакомиться, что ли, хотите? Ну так и скажите. Не хочу я с вами знакомиться. Не хочу. Хам, где у вас старший? Извините, ну не так выразился. Извините. Так хотите познакомиться или нет? Хорошо, давайте знакомиться. Семен. я с незнакомыми мужчинами в магазинах не знакомлюсь. А что же вы хотите? Тормозные колодки и масло. Хорошо, масло вам какое? Ой, злата. Есть? Злата в соседнем магазине, в продуктовом. Но только оно вам не подойдет точно. Вы до этого на каком масле ездили? Молодой человек, это может быть вы на масле ездите, а я езжу на машине. Синтетика, полусинтетика, натуральная. У меня все натуральное. Давайте натуральное. Пожалуйста, натуральное. Все? А колодки? Тормозные? Да. На Тойоту? Да. Хорошо. Какого года? А что, тормозные колодки только совершеннолетним выдают? Да нет, машина ваша какого года? А по мне не видно, что у меня все новое. То есть этого года, так и говорите. Значит, колодки вам нужны, скорее всего. Три года. Ну, максимум пять. Так три или пять? Ну, не больше десяти. Илюшка, да вы поймите, что для каждого автомобиля нужны свои запчасти. Нельзя, скажем, на Запорожец поставить колеса от КамАЗа. Да? Да. И также тормозные колодки. Да у нас их 30 разных видов только на Тойоту. И какие вам нужны, я так и не понял. значит, заверните мне их все. Да, пожалуйста. А я уж как-нибудь без вашей непрофессиональной помощи обойдусь. Кредитки принимаете? Что вы такое говорите? Какие кредитки? Частный магазин, только наличный расчет. А что ж вы мне тут полчаса голову морочите, а? Ну, неужели сразу нельзя было сказать? Ну, где я вам сейчас наличные возьму? Ну, сервис, а? Нет, я уже два с половиной месяца за рулем, но если б я знала, что это такое, права бы никогда не купила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что здесь снимаем? Э, рекламу. А, рекламный ролик. Ну, да. Как режиссер я несу ответственность за результат. Ты мой ассистент, будешь помогать мне. Да. Спонсор у нас серьезный, деньги заплатил огромные. А, которые мы вчера пропили. Тихо ты. Никто не должен знать, что у меня вчера был день рождения. А никто и не знает, кроме Ютуба. Видео показать? Не надо. Так спонсор на нас рассчитывает, так что мы не должны ударить лицом в глаз. То есть, грязь лицом. О! Вы вчера ударили. Видео показать? Не надо. Так, напомните, что мы там вообще рекламируем? Соки, фруктовый огород. В кадре мама, двое детей, дети просят выпить. Выпить? Попить, попить сок. Мама говорит, у меня есть сок. Фруктовый огород. Далее выбегают дети в образе фруктов и говорят текст. Все очень просто. Ну, понятно. Студия готова. Режиссер давно. Готов. А где у нас актриса на роль мамы? Она уже тут. Уже здесь. Мама! Режиссер. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вы же сами сказали, нужна красивая женщина на роль матери Правильно А ты кого привел? Вы еще остальных не видели? Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я пойду схожу за остальными Ну что ж, вы будете мамой Откуда вы знаете, я никому не говорил, а? Ну так, и так понятно Сценарии написано Сценарии, это, простите меня, ночная съемка устала Ну присаживайтесь что ли А где снимались? На Ленинградке Сериал Ленинградка, называйте Ну ладно Итак, у вас двое детей Откуда вы знаете? Сценарии написано Ой, это я просто устала Кстати, где дети? Один в Саратове, другой у бабушки Да не ваши дети А дети-актеры Мальчик сейчас подойдет А девочка уже тут Девочка! КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Это кто? АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка. А почему у неё рост под два метра? АПЛОДИСМЕНТЫ Акселератка. А почему она лысая? АПЛОДИСМЕНТЫ Повидала много. АПЛОДИСМЕНТЫ Она живёт возле химзаводов. Экология плохая. А почему у неё щетина на лице? Не знаю. Может быть, у неё волосы растут внутрь и, так сказать, выходят из лица. АПЛОДИСМЕНТЫ Где ты её нашёл? Извините. На ваш день рождения вы вчера потратили весь съёмочный бюджет. Вот, пожалуйста, у меня всё записано. Амары, фаршированные чёрной икрой, коньяк иксо, девочки из эскорт-услуг 8 штук. Дальше продолжаем, да? Ладно, ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ Нормальная девочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и я говорю, нормальная. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, я пойду схожу за мальчиком. Иди. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка, иди к матери. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девочка, ты куда пошла? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вы же сами послали меня к матери. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот твоя мать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка, а как зовут твоего папку? Эдик. АПЛОДИСМЕНТЫ Эдик. Сочи. 1975 год. Что ж я наделала-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Да это ваша дочка по сценарию. Пу, что вы? Можни мне пудрить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чего не начинаем? Я жду ребёнка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да что он непонятно, я жду у ребёнка-актера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это то... Как-то мальчик, вы же сами написали, вот, привезти мальчика 78 лет. Привезти мальчика 7-8 лет. Ой, простите, я тире не заметил. Ты что, сценарий не читал, Суф? Тихо. Он, кажется, заснул. Это что, по-твоему, мальчик? А по-вашему, это что, девочка? Где девочка? Я девочка. Мама. Нет, этого точно не может быть. Стоп. Где ты его нашёл, этого 78-летнего мальчика? А где? На вокзале. Вы же сами просили, быстро и недорого. А он согласен работать бесплатно за еду. А что там? Не было других мальчиков? Извините, на что хватило? Вчера вы потратили весь съёмочный бюджет, да, на ваш день рождения. Вот, у меня всё записано, а, Мара, фаршированный чёрный крой. Что, дальше продолжать, да? Ладно. Нормальный 78-летний мальчик. Вот и я говорю. Слушай, я тебя где-то видел. Ты на вокзал к нам не заходила, а? Я на вокзалах больше не работаю. Так, давайте начинать. Давайте. Перед вами типичная счастливая семья. СМЕХ Которая будет изображать фрукты. Раздайте костюмы. Угу. Всё очень просто. Сначала выходит девочка. СМЕХ И говорит. СМЕХ Я слива лиловая. Спелая, садовая. Всё очень просто. Держите. Затем выходит мама. И говорит. А я спелая вишня. На солнышко вышло. Всё очень просто. Держите. СМЕХ Ну и наконец появляется 78-летний мальчик. И говорит. А я абрикос. На юге рос. Всё понятно? Понятно. Ясно. Сделаем. Ну что ж. Приготовились. Побежали. Я слива лиловая. Спелая садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ Я спелая вишня. На солнышко вышло. АПЛОДИСМЕНТЫ А я абрикос. Язву перенес. АПЛОДИСМЕНТЫ Какую язву? Сибирскую. Вот такой рубец. При чём тут ваша язва? Наболела. Ну, красный. Давайте пусть будет не абрикос, а клубника. А, клубника. Так, вы будете клубником. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, приготовились. Побежали. Я слива лиловая, спелая, садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ Я спелая вишня. На солнышко вышло. А я клубника. По утрам не вяжу лыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекратите вы эту отсебятину. Какого ещё лыка? Вот именно. В моё время знаете, как дорого стоит? Сколько? 50 баксов в час. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспомнил, где я тебя видел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, продолжаем работать. Не отвлекаемся, ну. Давайте ещё раз. Приготовились. Начали. Я слива лиловая, спелая, садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сладкое вишня на солнышко вышло. А я картошка протухла немножечко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Где вы вообще взяли этого придурка? АПЛОДИСМЕНТЫ На себя посмотри. Мисс Вселенная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, прекратите отсебятину. У нас нету сценарии протухшего картофеля. Действительно, давайте ещё раз. И чтобы от зубов отлетало. Иначе от зубов отлетать будет мой кулак. Понятно? Что ж такое? Итак, приготовились. Побежали. Я слива лиловая, спелая, садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ А я сладкое вишня на панель вышла. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой. На какую ещё панель? Что вы несёте? Точно я тебя вспомнил. Сладкая миссия. Я была молодая. Мне нужны были деньги. Так, давайте ещё раз. Приготовились. Побежали. Я слива лиловая, спелая, садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ А я маракуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже не знаю, какого... АПЛОДИСМЕНТЫ Какого континента фрук. АПЛОДИСМЕНТЫ Угрохали весь съёмочный бюджет До свой день рождения. Вот, у меня всё записано. Амара, фаршированный чёрный кроль, Девочки из эскорта услуг, Коньяк и всё, что. Ну, ладно, ладно. Нормальные актёры. АПЛОДИСМЕНТЫ Это я говорю, нормальные. АПЛОДИСМЕНТЫ Резвые. Давайте ещё раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Начали. Я слива лиловая, спелая, садовая. АПЛОДИСМЕНТЫ А я папайя. Нахрена сюда пришла я? АПЛОДИСМЕНТЫ А я ива каждый день в дровах. А я хурма, работаю за дарма. А я авокадо ненавижу от гады. А я томат, вдохни аромат. Что вы несёте режиссёру плохо? Видите, до чего вы довели человека? Вам была оказана великая честь, а вы не можете произнести элементарных слов. Ну, Семён Егорыч, Семён Егорыч. Я слива лиловая, спелая, садовая. А я яблочко наливное, вон румяное какое. А я сладкий сахарок. За годов меня ты впрок. А я дрожжи. Ненавижу ваши рожи. А я клюква молодуха. А все вместе мы барбатуха. А все вместе мы барбатуха. А я заказчик этой рекламы. В жизни не видел большего срама. Слива, клубника, вишня, папайя. Да я вас консервы всех закатаю. Если сегодня, сейчас, прямо тут, ролик не снимите мне. За 10 секунд. Сок, 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 сок. Все на свете любят сок. Он ласкает и водит. Лучше сока, только спирт. Хороший, тарый, концентрат. Каждый будет сокурат. Сливу, вишню и лимон. Добавляйте в самовод. Сок, 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 сок. Это радости залог. Отчего душа поет. Бей фруктовый огород. Добавляйте в самовод. В нашем доме поселился Замечательный сосед. Только этому соседу 90 с лишним лет До сих пор побегать любит За девчонками наш дед. Папа, 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 папа. Ни почем соседу годы, ни дедуля, а лет. И на женщин сил хватает Казанова, а не дед. Как-то раз догнал девчонку, Но немного оплошал Все никак не может вспомнить Для чего за ней бежал. Папа, 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 папа. Это... Немецкий. Das ist fantastisch. Какой видеомагнитофон? Хороший магнитофон такой. Японский. Настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Абсолют новый. Почти. 250 рублей всего. Нет, вы, наверное, не поняли. Я по объявлению. Ну, все правильно. Видеомагнитофон. 250 рублей. Это нормально. Я бы себе оставил, но очень деньгу нужна. Да нет. Нет, я по другому объявлению. По какому? Вот. А что тут написано? Какой это язык? Русский. Слушай, прочитай сам, пожалуйста. Там так мелко написано, ничего не разбирать. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евро-ремонту элитных квартир класса люкс. Вот. Там так написано? Да. Это ваше объявление? Ну, да, конечно, наше. Это брат Туфик давал. У нас очень солидный, хорошая компания. Все сделаем. Конечно, как скажешь. Кушать хочешь? Нет. Нет, виноград, киш-миш, без косточка. Я сам бы ковыривал. Нет, спасибо. Не будешь? А фрукты? Фрукты очень полезные. Здесь тоже косточка есть. Ну, ты сам доставай тогда. Нет, не надо. А может быть, чай хочешь? Такой зеленый, свежий, полезный очень чай. Спасибо, нет. Нет, ну, все равно он закончился. Может, сосиску творит? Вы знаете, давайте лучше вот сразу к делу. Ну, хорошо, давайте. Что ты хотел красивый? Вы знаете, мой шеф дал мне задание. Найти солидную ремонтную компанию по отделке. Ха, отделаем за милую душу. Всех, кого скажешь, один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Компания Евротаксист. В аэропорт? Во сколько нужно? Какой адрес? Хорошо, машина будет. Все сделаем, недорого. Хорошо, договоримся, договоримся. Один минуточку. Тофик, брат, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. И не перепутай аэропорт, их в Москве несколько штук. Все. Так что ты хотел красивый? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, офисы. В первую очередь мы там все делаем, красим, белим. Все, один минуточку. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю. Орчу. Что? Мужики внимания не обращают? Ай-яй-яй. Значит так, подъезжай после двенадцати ночи. Все сделаем. Недорого. Ждем. Один минуточку. Один минуточку. Тофи. Брат, как тетку в аэропорт отвезешь, возвращайся сразу. С одной женщиной что-то снять нужно. Так что ты хотел красивый? Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно, конечно. И сейчас все умные люди делают только этот хай-тек. Потолки побелим, стены покрасим, хай-тек везде напишем, не волнуйся. Один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слышу. Нет, нет, не ошиблись. Ветеринарная клиника Еврокод. Ожирение кота? Привозите, обследуем. Специальная диета. Через месяц вернем, будет как новенький. Хорошо, недорого. Ждем. Один минуточку, один минуточку. Тофик! Брат, у нас в ванной. Месяц кот поживет. Жирный, как свинья. Не обижай его. Он хорош. Да и не корми его. Обещал из него человек сделать. Так что ты хотел красивым? Я говорила про хай-тек. Хай-тек? Да, хай-тек. В офисе моего шефа. О-о-о. Твоему шефу очень повезло. Хай-тек с такой красивой девушкой. Прям в офисе. Нет, вы не поняли. Я говорю, ремонт. А, ремонт этот, хай-тек. Конечно, мы все сделаем. Я же сказал, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах. Деньга принес. Ой, ну... Нет, но мне же сначала сказали все оговорить. Ай-яй-яй. У нас солидная, очень хорошая компания. Предоплата нужна. Но я же не знала. Не знала она. Вдруг ты аферист какой-нибудь. Нет. Сейчас аферисты вон на каждом углу встречаются. Бум. Целая Москва аферистов. Сколько у тебя там с собой? Нет, у меня денег совсем нет. Сколько? Нет, вот... Ну, примерно там... Ну, совсем немного. Ну, сколько? Ну, рублей вот... Пятьсот. Пятьсот нормально. Нужно просто предоплата, без предоплата мы не работаем. Нет, но мне же еще на такси нужно. Да, тофиг брат отвезет, куда скажешь. Да? Конечно. А вы... Вы правда все сделаете? Ну, я же сказал ты, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах. Все, не волнуйся, не волнуйся. Тофиг, брат, бросай сапоги. Потом дочинишь. Тут один красивый девушек нужно отвезти, куда она скажет. Да. Во метро. Да, и не увлекайся тому ей очень сильно. А то тебе ночью еще порчу снимать. Я желаю вам всем никогда не встречаться с тем персонажем, которого сейчас буду играть я. Здрасте. Вы знаете, почему вас задержали? По недоразумению. Как, простите? По недоразумению я сразу сказал, что меня нужно отпустить. А они два часа сидите, ждите следователя. Сидите, ждите следователя. Объяснял, объяснял. Бесполезно. Все как об стену гором. Сидите, ждите следователя. Сидите, ждите. При каких обстоятельствах вас взяли, помните? Помню. Не при каких. Ну, я пришел, как все нормальные люди, в районную управу, дать взятку. Ну, чтобы мне разрешение выписали, гараж установить в скверике возле дома. Я, главное, не шумел, не буянил, не ругался матом. Секундочку. Вы только что сказали, что пришли дать взятку. Я не ослышался? Правильно, совершенно верно. Я вошел в кабинет, Николай Петрович говорит, принесли. Я говорю, принес. Дал ему деньги, он убрал деньги в стол. Тут врываются какие-то люди, хватают за руки. За что? Я ведь не шумел, не буянил, матом не ругался, не курил. К женщинам не приставал. Я вообще не курю. Подождите, давайте по порядку. Вам нужен гараж, так? Так. Ага. И чтобы его получить, вы решили дать взятку? Я правильно понимаю, да? Так. Так? Так. Ну? Что? Что, что? А что, ну? Что? Да что, что? Что, непонятно? Нет. Вы решили дать взятку, так? Так. Ну, во. Что? Зачем взятку давали? Так я же вам объясняю, что вы разрешили поставить гараж в скверике возле дома. Подождите, вы или святой, или это? Я не святой. Я вижу. Да у нас все давали. Конкретнее, пожалуйста. Ну, Иван Васильевич с 12 этажа. И Осипов Володя из 7 подъезда. Послушайте, вам не кажется, что вы сейчас вот так вот просто людей оговариваете, нет? Кого? Ну, они мне сами сказали, кому и сколько давать. Я понятия не имел. А то, знаете, как бывает, придешь вот так вот, дашь меньше, чем нужно, и человека обидишь, и сам ничего не получишь. А то еще, знаете, мне случай один рассказывали. Мужчина пришел в кабинет, там сидит другой. Он ему 500 долларов сунул. Тот говорит, подождите в коридоре. Этот выходит. Через минуту тот мужчина вышел, говорит, 3 секунды и ушел. И что? И все. Оказалось, он сам посетитель. Ну, ни стыда, ни совести у людей. Где же ее? Слушайте, интересный вы человек, а? Прям борец за высокую нравственность. У меня даже какая-то симпатия к вам появилась, не знаю почему. Ну, правильно, потому что я ничего не делал, я не шумел, не буянил, матом не ругался. Ладно бы матом их послал, я не курил. Так, послушайте меня внимательно. Зеркала не бей. Послушайте, я не адвокат ваш, понимаете? Я следователь. Со мной не надо так откровенно. Если все будут вот так вот откровенно со следователями, полстраны в тюрьме окажется, понимаете? Вы меня понимаете? Так, слушайте внимательно. Какие-то случайные люди вас научили, сказали, что нужно дать взятку. Так? Вы их не знаете. Первый раз их видите. Хорошо. Кто такие, вам неизвестно. Прекрасно. Да. Иван Васильевич и Осипов Володя. Слушайте, ну забудьте вы о них, в конце концов. Давайте так. Вы сами бы никогда не дали взятку. Вот. Ни за что бы не дали. Вот и хорошо. Так и запишем. Ни за что не дал бы. Сам не дал бы. Но ты не дашь, а тебе не дадут. Слушайте, есть достойные люди, если эти академики, профессора, я не знаю, там, космонавты. У них у всех есть гаражи. Это же не значит, что все они дают. А иначе не дадут. Вы что, не понимаете, что это дача взятки, это уголовное дело? Преступление, которое преследуется законом. Вы совершили уголовное преступление. Понимаете вы это? Какое? Взятку дали. Ну, так я же вам объяснял, что мне нужно гараж поставить с береги возле дома. Это и Осипов Володя подтвердит, и Иван Васильевич с 12 этажа. Ну, поймите, нельзя же взятки-то давать, ну. Ну, вот все дают. Все дают, но не все попадаются. Что? Короче, так, слушайте внимательно. Кто попался, говорит, чёрт попутал. Вот, хорошо. Сам не знаю, как получилось. Раскаиваюсь. 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 Вот и хорошо. Наконец-то я подумал, что сошёл с ума. Ну, раскаиваюсь. Молодец. Вы не знаете, как это получилось? Не знаю. Ума не приложу. Молодец. Раскаиваюсь. Молодец. Молодец. Я когда входил в кабинет, в коридоре никого не было. Откуда они взялись? Налетели все дружно. Ладно, Николай Петрович говорит, принесли. Я говорю, конечно, принёс, дал им, он стол убрал. Эти налетели откуда-то. Откуда? Не знаю. Раскаиваюсь. Правильно. Раскаиваюсь. Ума не приложу. Николай Петрович тоже не приложит ума. Раскаивается. Его увезли недавно. Видимо, каждому своё. Вот это постановление о невыезде. Подпишите вот здесь, что ознакомились. Можете идти до суда. Спасибо большое. Вы знаете, два часа. Сидите, ждите следователя. Сидите, ждите. Вот. А вы молодец. Вы сразу вот поняли меня. Что ещё? Гараж я могу ставить? Если разрешение получили, то можете. Разрешение Николай Петрович не успел выписать. Значит, не можете. А деньги взял. Значит, не надо было давать. Да как же не давать? Я же вам объясняю, что в управе, если не даёшь деньги, то гараж нельзя поставить. По закону нельзя. А со взяткой можно. Понимаете, это вам и Осипов Володя, и Иван Васильевич подтвердил. Ну, вы посмотрите. Ну, объясняешь, объясняешь. Как об стену дорог. Ну, прям бестолочь на бестолочь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы ведём наш репортаж в прямом эфире. И сейчас находимся в Москве, на Ленинградке, где обычно в ночное время предлагают свои услуги жрицы любви. А сейчас здесь проходит митинг учителей средних школ. Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно, и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришёл поддержать учителей. Вот. По всей видимости, это одна из митингующих. Обычный учитель средней школы. Довольно-таки ещё молодой специалист. Попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на пять минут? Ну, а чё, на пять-то? Бери уж сразу на час. Нет-нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время, а сейчас, если не против, короткое интервью. Ну ладно. Давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому. А то вон ты своей камерой мне всех девчонок распугал. А! Попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят? Чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всём мире. Ну да? А я всегда считала, что наоборот. Ну почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую Мариванну, несмотря на то, что мне тогда было всего 7-8 лет. И Надежду Семёновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости. И даже физрука Сан Саныча, с которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даёте, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало. А будет ещё больше, ведь вы довольно-таки ещё молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Ох, спасибо, конечно, за комплимент. Но у меня уже 15 лет позади. И я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Ну, какие ваши годы? Марья Ивановна, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилась 70. А она в такой потрясающей форме, что у неё ещё есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день? Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то всё и дело. У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров. А вы говорите, конкуренция. Ой, да врут всё ваши газеты. Ох, да я тебе хоть сейчас, вон, 30-40 девчонок в ряд поставлю. Выбирай на курс. Светлые, тёмные, худенькие, полненькие и все хорошенькие, молоденькие. За 150-200 долларов испоют, как говорится, из пляшек. А если им для начала ещё и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, ну они ж не нажираются, да бесполезно. Ну так, грамм 150-200, ну, чтобы язык развязать, для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмёшь кого, а? Да нет, спасибо, мне, знаете ли, как-то ни к чему. А, понятно. Физрук Сан Саныч. Причём здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек 25-30. А? Как вы, согласны? Ну, это ты загнул 25-30. Ну, а вот, скажем, 5-6 постоянных клиентов, вот это, пожалуй, и самый раз. Ну, вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой 25-30 человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука... Сан Саныча. У Сан Саныча была своя группа. 38 человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности, по-прежнему преданы своей профессии и верны своему делу. За что им большое человеческое спасибо. Ромашка 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 Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. Точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. Точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. Точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok